Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что вот с тем уровнем информации, который вы предоставили, сказать что-то конкретное по поводу вашей игры «Сиг девушки», ну, наверное, нельзя. Просто потому, что мало информации, будет много искажений, мне так кажется. Вот. И я думаю, что гадать это не самое лучшее, что мы вообще можем сделать. То есть не самое лучшее, что можно вообще предположить в этой ситуации вашей. Поэтому я буду обналкиваться от того, что вы чувствуете. Чувствуете вы агрессию и обиду. Давайте с агрессией и обидой тогда, коли уж пошла такая история, и начнём. Что такое агрессия? Это реакция на угрозу. Это такая усиленная форма злости. По сути дела. По сути дела это усиленная форма злости. То есть вот если, допустим, злость это чувство одной величины, одной силы, то, соответственно, агрессия это уже чувство немножечко другой величины и немножечко другой силы. Вот. Соответственно, соответственно, вы в чём-то для себя, вероятно, видите угрозу. Вот. В чём-то для себя видите угрозу в ней, в девочке. То есть тут, конечно, нужно более подробно исследовать. Тут, конечно, нужно больше информации, но пока что я могу сделать вывод вот примерно такой. Что в чём-то, в чём-то вы видите угрозу. А для себя вы девушка. В чём угроза? Сказать, конечно, сложно. Потому что, опять же, информации недостаточно. Вот. Может быть угроза в характере ваших отношений. Может быть угроза в том, что вы считаете её лучше, чем вы. То есть вы просто считаете, что она лучше вас. То есть идёт некое такое, ну, обесценивание себя. Вот. То есть тут сказать однозначно сложно. Многое, многое, очень многое упирается в то, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете её, что общего, допустим, между вами. Вот. Что вас связывает и так далее. А если уж совсем в такую некую классику идти, то тот факт, что вы к девушке чувствуете агрессию, может быть связан с отношением с мамой. То есть вы, вероятно, можете ощущать, что девушка, допустим, как-то вас, ну, например, пытается ограничивать в чём-то. И хотя она этого не делает, но вы такое впечатление, что этого ждёт. Хотя она поступать может быть так даже и не собирается и никогда не будет. Но тем не менее. То есть вариантов здесь на самом деле очень много. Вот. Далее. Что касается обид, то обид это определённое ожидание от девушки. То есть у вас, получается, есть к ней какие-то ожидания, ну вот к ней, да, по отношению к ней есть какие-то ожидания. И, соответственно, эти ожидания, они не оправдываются, но они, в принципе, не могут оправдаться, потому как у девочки есть свой ресурс. Вот. Которая она может вам дать ответственность на себя, за свои ожидания вы брать не хотите. Вот. То есть я опять же не говорю сейчас о том, что вы в чём-то виноваты, да, я не хочу вас ни в чём обвинять, ни в коем случае не хочу вас ни в чём обвинять. Просто вот, эээ, говорю то, что может быть, говорю о том, какие могут быть причины этого. И в целом, в целом, вы вот когда говорите, что не свободны, и так далее, это вот по всей видимости именно ваше восприятие отношений, то есть что вообще для вас такое отношение, что это значит для вас, вот, и что значит для вас, соответственно, сама девочка, это тоже очень, важная история. Дальше, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы пишете про то, что боитесь её потерять, потому что никто вас, вы боитесь, что вас никто не полюбит и не примет. Это тоже очень, очень такой качественный момент, потому что, если вы боитесь, что вас не полюбит и не примет, значит вы, вероятно, не принимаете и не любите сами себя, вот. Вот, и если это так, то, но это требует коррекции, вот, потому что получается так, что девочка просто используется вами как подпитка, то есть вы себя, например, не любите, вот, ну, в полной мере вы себя не любите, вот, а её, соответственно, используете для того, чтобы почувствовать себя как раз таки, ну, любимым, любимым, вот. И тут не сложно, мне кажется, дальше провести, развить эту мысль, сказав, что поскольку вы находитесь в зависимости некой от неё, то чувствуете себя как раз таки не свободным, вот. А зависимость связана с тем, что вы себя, вот, условно говоря, воспринимаете лучше только, ну, вот, с её помощью, а без неё вам плохо. То есть без неё у вас не получается воспринимать себя качественно лучше, вот. То есть здесь может быть какой-то страх, а страх признать именно свои недостатки. Вот, в целом, я бы сказал, что я работаю с чувствами, с эмоциями, с самооценкой, вот, с личностным смыслом, потому что очевидно, что отношение для вас имеет большое значение, а вот с того, что, ну, с того, кто вы сами, да, по жизни, чем вы сами. Занимаетесь, это как-то вот здесь не учитывается. Вот, ну и ещё хочется обратить ваше внимание на то, что вы не даёте никакого вопроса, вот. То есть понятно, что вам хочется жить свободно, понятно, что вы хотите свободы, вот. Ну, как бы это ваше желание, а как вот опытным путём, ах, к нему прийти, к этому ощущению свободы. Как раз это вот большой вопрос, поэтому мне кажется, что на этом, в первую очередь, вам и нужно обратить своё внимание. Так что, такая вот история, совершенно очевидно, что на девочку вы что-то проецируете, вот, какие-то прошлые травмы, может быть, свои, свои. Вот, и, наверное, вот первое, что очень желательно сделать, это, вероятно, перестать себя винить. То есть, вот, избавиться от чувства вины, помочь вам в этом, потому как чувство вины, оно вообще, хорошего, ничего не даст вам, ни в коем случае, ни в коем разе. Вот, только-только будет вас сжигать изнутри, и, собственно, ещё больше вы будете на девочку из-за этого обещаться, вот. Ну, я не знаю, может быть, это как раз-таки, раз именно то, чего вы хотели бы, конечно, вот, но, если вы не хотите, да, если вы своей девочке желаете счастья, к примеру, вот, то, я полагаю, что вы и для себя, и для неё обратитесь к психологу приватно и поработаете над тем, что вас, собственно говоря, беспокоит. Потому что, ну, такой вопрос, да, такая проблема, она не имеет каких-то готовых рецептов, вот, потому что нужно понять, что послужило причиной, вот, тем вещам, которые вы описываете. То есть, вот, вы говорите, что, с момента, когда у меня появилась моя первая девочка, она начала испытывать негативные чувства, да, она начала накапливаться внутренней агрессии, обиды на девочку, ну, вот, надо бы как-то это раскрыть, вот, вот, вы никак не раскрываете, вот, как бы, знаете, вот, так, со стороны на это смотрите, она именно прожитель. В этом вам может помочь психолог. Вот, причём и обилиƖ выбежать на неё и в чувствах свои градобра, вот, выходить это ни грязь, это защита. Эээээээээ психологическая, вот, ничего в этом такого, уж совсем криминального нет. То есть, то, стоехо не заскучивать девочку вас, а то да. Но вы правильно обратились к специалистам, специалист вам помогут, выбираете себе эксперты и начинаете работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.